2015 год для всей России стал юбилейным. В течение всего года по всей стране проводились мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы, 45-го года над фашистской Германией. На территории села Большое Трифонова Артемовского городского округа также прошло немало мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате. Об этом средство массовой информации рассказала Вера Лукина, председатель ТОМС села Большое Трифонова. Все мероприятия, проводимые на нашей территории, готовились и проводились совместно со всеми учреждениями, расположенными на нашей территории, и Советом ветеранской организации. Также хочу отметить, что все мероприятия и все сведения и данные для подготовки этих мероприятий строились только лишь на тех данных, которые мы получили от поисковика-краеведа, который проживал ранее на нашей территории, Мартьянова Василия Алексеевича. И эти все данные только лишь были о наших земляках, которые принимали участие в военных событиях. Всего было проведено более 30 мероприятий. В декабре месяце мы провели такое очень значимое мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. На этом мероприятии были приглашены родственники и близкие участников войны, которым исполнилась в 2014 году юбилейная дата – это 105-115 лет. И также было рассказано об этих людях, на каких фронтах они воевали, в каких родах войск. Хочу сразу отметить, что мероприятие прошло очень на высоком уровне. Дети, школьники, которые присутствовали на этом мероприятии, конечно же, узнавали здесь, когда были польства, они шло об этих земляках, они узнавали здесь своих дедов, прадедов. 16 февраля также было проведено мероприятие, посвященное защитникам Отечества, в котором также были приложены большие усилия наших учреждений, наших общественных организаций, где также было рассказано о наших земляках, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. 19 марта было проведено торжественное вручение юбилейных наград в тылу «Отечество спасли». Здесь был создан видеофильм и рассказывалось о тружениках тыла, которые в настоящее время живы и проживают на нашей территории. Вера Лукина поделилась информацией и о том, что на территории села на сегодняшний день проживает один участник Великой Отечественной войны, 13 тружеников тыла и 10 граждан, которым присвоен статус «Дети войны». Продолжая рассказывать о мероприятиях, успешно проведенных на территории села, она отметила впервые организованную акцию «Десант памяти». Эта акция, которая была посвящена юным читателям библиотеки нашей сельской под руководством заведующей библиотеки Редькиной Натальи Алексеевны, они провели уборку могилы Доможирова Венимина Андреевича, в настоящее время у которого здесь нет никого из родственников, и могилка стояла как бы вот такой вот беспризорной. Доможиров Вениамин Андреевич – это наша, можно сказать, легендарная личность, в годы Великой Отечественной войны он воевал в разведке, он награжден тремя медалями за отвагу. Особое внимание было уделено выпускникам 2015 года, а точнее их участию в акции «Аллея Победы». После проведения последнего звонка 22 мая наши выпускники заложили «Аллею Победы». Акция проходила под названием «Я выпускник юбилейного года». В этой акции принимали участие труженики тыла, как я уже сказала, что граждане, которые имеют статус «Дети войны» и выпускники. Всего было высажено 10 лип. Почему именно липы мы высадили на «Аллея Победы»? Потому что липа – это символ доброты и справедливости и свободы. Почему именно 10? Потому что наши земляки принимали в 10 самых решающих битвах и сражениях во время Великой Отечественной войны. Среди мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы 1941-1945 годов, состоявшихся на территории села Большое Трифонова, Вера Лукина также отметила молебен в День памяти и скорби – начало Великой Отечественной войны, который состоялся в храме святого великомученика Трифона. По словам председателя Томс, на сегодняшний день здесь идет активная подготовка к празднованию 330-летия села. К юбилейной дате, которая состоится 11 июля, готовится ряд различных мероприятий, в том числе праздничный фейерверк.